Доска Винни Пуха Доска сама яркая, мы видим лаконичный, но в то же время довольно интересный дизайн. Наклейка с Винни Пухом, с пятачком и наклеечки, которые напоминают нам, что умеет эта доска. Давайте разглядим ее с обратной стороны. Здесь у нас крепленная поверхность. Вот здесь располагаются батарейки, которые идут в комплекте. Отсюда идет звук. Насчет звука. Доску лучше поместить на ровную поверхность, на стол, либо на стул, потому что я пробовала поместить ее на кровать. И мягкий материал, все это поглощало звук, и он был недостаточно громким. Ну давайте посмотрим, что эта доска умеет. Здесь мы видим ровная поверхность, она гладкая, с цифрами. Внизу написано прописными буквами, что, какие цифры, а также буквы с картинками, соответствующими уже этим буквам, и название внизу. Здесь же внизу, наверное, вам не видно, но я расскажу. Вот кнопка включения и выключения. Здесь все шесть режимов обещаны. Буквы и цифры, слова, произношение. Найди цифру, найди буквы и музыка. Ну что ж, давайте начнем. Здравствуй, я Мини-Бух. Давай учить буквы, цифры и слова. Давайте выберем режим буквы и цифры. Давай выучим буквы и цифры. А, У, С, И, 1, 7, 7. Следующий режим слова. Давай учить слова. Рыба. Ва. В том. Вя. Ты. Произношение. А теперь я научу тебя произносить слова по буквам. Кукла. К. У. К. У. А. Кукла. Ва. Д. В. А. Ва. Идрась. Т. Е. Т. Р. А. Д. Мягкий знак. Д. 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 Следующий режим. Найди цифру. Давай узнаем, хорошо ли ты выучил цифры. Где цифра 1? Ошибочка. Попробуй еще раз. Умница. Найди 3. Ура. Где цифра 5? Угадал. Где цифра 1? Следующий режим. Найди букву. Давай проверим, заполнил ли ты буквы. Где С? Ошибочка. Попробуй еще раз. Умница. Где угол Ю? Ура. Найди В. Следующий режим музыка. Песня я не дослушала до конца, потому что это будет слишком долго. В общем-то, это практически все, что я хотела показать, рассказать об этой доске. Еще, если доску долго не трогать, ну как долго, буквально 10 секунд, то она напоминает о себе. Для того, чтобы ребеночек, если заигрался, забегал, он вспомнил о том, что у него есть доска, которая ждет, когда же с ней поиграют. Вот давайте попробуем сейчас продемонстрировать. Я учить буквы, давай учить буквы, цифры и слова. Вот мы доску не трогаем. Что же она будет делать? Все равно не трогаем. Продолжай играть. Ну вот, в общем-то, все, что я хотела показать у этой доски, на мой взгляд. Даже для ребеночка всего лишь от двух лет, а может быть, кто-то возьмет и помладше для детей. Эта доска замечательный обучающий инструмент, с помощью которого малыш сможет выучить как цифры, так и буквы. И, соответственно, может развлекаться с помощью песенок, либо слушать произношения, но это, наверное, уже для тех, кто постарше. Поэтому эту доску за такую цену, стоит она, по-моему, 600 с чем-то рублей, можно брать смело. Доска замечательный подарок.